Что случилось в России? Я думаю, что это скорее из-за того, что он много видел таких негативных примеров, а не из-за того, что у него какие-то предупреждения, типа, они любят белых или еще что-то. Блога к Сипкоде. Все, что вы хотите, но иногда может из поиска подсовывать странные варианты ответов, поэтому будьте осторожны, особенно если у вас есть дети. Алиса, зачем нужен феминизм? Ответ есть на feminismrussia.ru. Читаю. Феминизм нужен для того, чтобы искоренить дискриминацию по признаку пола как основу несправедливого и нерационального устройства общества. Ведь если свободна женщина, то свободны ее дети. Алиса, как стать профеминистом? Ответ есть на вконтакте.com. Читаю. В некоторых фемисточниках есть личные истории женщин, которые делились со своими друзьями-мужчинами материалами о гендерном неравенстве, абьюзе и других вещах. А эти друзья потом, воспользовавшись полученной информацией, находили девушку, далекую от феминизма или неофитку, и, прикинувшись очень хорошим феминистом, скидывая ссылки на те самые статьи, рассуждая о тяжелой доле женщин, использовали ресурсы бедных девушек по максимуму, получая, возможно, даже больше, чем. Алиса, как понять, что человек тебя троллит? Сайт вконтакте.com дает такой ответ. В интернет-терминологии тролль — это человек, который размещает грубые или провокационные сообщения в интернете. Да, но мне кажется, наш следующий гость — тролль. В смысле, по описанию Алисы очень похоже. Не внешне. Внешне он красавчик. Но душа тролля. Да. Есть Дженнифер Энистон, а есть... Дженнифер... Николь Энистон есть. Николь Энистон. Николь Энистон? Лучшая порно-актриса Эбб. Не первый раз сталкиваюсь. Эбб. Короче, я сейчас покажу, как тебе она выглядит. Не первый раз. Не первый раз, да. Эбб. Почему? Потому что она прямо могла быть не только порно-актрисой. Обычно все порно-актрисы, они такие, типа, ты понимаешь, что там что-то не то. Причем она и до операции была крутая. Это же Виктория Боня. Виктория... Ооо, зачем ты говоришь такие вещи? Ты теперь не сможешь. Все, прощай. Ай, ты как не кто-то сказал, что Гурам Амарян похож на Дрейка. Я такой, фа, как это развить? Да ладно, Федук все равно больше, мне кажется. Федук, да, вот Гурам Амарян, который Дрейк. А ты наоборот, наоборот расширает твои границы, тебе ты сможешь дрочить и на видео с Викторией Боней. Нет! Пожалуйста, Виктория. Вышки пяти. Нет. Края Руссо не существует. Ничего страшного. Виктория Боня... Да похоже, правда. Похоже. Вы издеваетесь. Посмотри. Особенно после операции. Особенно вот эта фотография, прямо Николь Энистон. У меня еще вся жизнь спереди. У тебя... А у нее нет новых видосов особо. У кого? Да, у нее выходит. Откуда ты все это знаешь? Потому что ты не один фанат Николь Энистона, я пишу постып. И потом еще типа по популярным порноактрисам, чтобы понять, про каких писать, чтобы было, ну типа, людям интересно. То туши Роу, типа Роу, когда они на камеру такую снимают, как будто бы они знакомятся с девушкой на улице, там, вот так вот здесь и все. В смысле, они как бы, они реально знакомятся с девушкой на улице. Давай ты не будешь, да? Да, да. Это реальная история, ты что, бра? Бра, не надо, не надо. Мне интересно, смотри, у туши есть же вот это подразделение, Blacked, которое строится полностью на том, что типа темнокожие чуваки и белые. Корс, как говорил, Каневоис, я смотрю только Blacked. Само название, во-первых, сразу, Blacked, и вообще сама концепция, ну, мне кажется, это, ну, то есть многим, допустим, стоя порноактриса отказывается там работать, потому что он говорит, это расизм, это использование, типа, темнокожих, использование стереотипа о темнокожих, типа, и так далее. Кто это говорит? Это стоя говорит порноактриса. Стоя, да, она не снимается, ну типа в Blacked, потому что, говорит, так нельзя. Бра, в смысле? Это тебе норм. Есть позитивное, да, использование, это позитивное использование, это использование, ну, ты же видел Blacked. Ну типа из того, что всегда чуваки с большими членами хорошо. Не, в целом, потому что это история того, что у каждого черного парня где-то внизу в генетике есть инстинкт запачкать белую девочку. И это просто они попали в струю, они попали прямо в точку. Blacked, все. Blacked, все. Blacked, never go back, bro, never go back. Да, я узнал недавно, что в 50-е, когда только-то появилось, ну там потом в 70-е появилось порно, девушки, которые снимались с темнокожими, типа, очень сильно это скрывали. Ну то есть они не рассказывали, это считалось, ну то есть это, на это постарались не соглашаться. И некоторым делали татуировки, ну типа не по их согласию. Типа как ли ему? Ну типа да, упоминание, что она типа снималась с темнокожим. Грязная! Ну не грязная, а скорее. Грязная! Но это, я так понимаю, началось еще вообще с давних времен, когда был миф про то, что девушки, девушки, белых девушек не отпускали гулять в Америке или в других там странах, которых... Как я радовался, когда Николь Анис, но попала в Blacked. Я такой, наконец! А она снялась там? Да. У нее же была тоже долгая история, я читал в Вюшку то, что она говорила, мои родители против того, чтобы я занималась международным сексом, поэтому я не буду. И потом через 2-3 года ее карьера, она приходит в Blacked, там сразу два парня, я такой... Ну... Мяхсибоку, родители. Ну может быть она помирилась, договорилась с родителями. Ну скорее всего да, ей просто предложили денег. Смотри, ты говоришь, что... Ну типа для темнокожих парней это супер, типа что такое порно существует. Почему такое порно популярнее, чем все остальное среди белых? Ну то есть это же один из самых популярных жанров за всю историю. Кейс Black, один из самых популярных студий. Да, 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 да. Тогда и является ли это положительным расизмом, если это смотрят белые? Мне кажется, в этом дыме вообще нет расизма. Нету? Реально? Там чуваки кайфуют от жизни. Мне кажется, там вообще расизм нет. Слушай, ну это как говорить, что в порноактрисе все кайфуют от того, что делать. Не все же соглашаются из того, что они правда хотят. А вдруг чувакам просто работать нигде и так далее. Ну учитывая то, что там всегда снимаются одни и те же типы? У них есть типа команда Blacked. Ну да, ну как-то актеры. Нет, в смысле, там один всегда каст. Всегда одни и те же типы. Нет, они все равно набирают все равно новых. Это разные, Сэм, ты просто. Я не различаю черных. Нет, там правда плюс-минус 7-10 черных. Там есть вот эти вот топ-звезды, которые уже популярны, да, действительно. Но для роликов новых, когда там, они обновляют каст. Они всегда, нет, смотри, в порно не может быть постоянно одних и тех же актеров или актрис, потому что это... Ну на самом деле я никогда не заходил на сайт. Может быть на сайте там... А ты никогда не платил, да? Платить за порно? Ну чего, а почему нет? Почему нет? Давай, давай, давай. Ну хотя бы на блок поддержать чуваков. Ты знаешь, они кайфуют. Вчера он смотрел это интервью Канни Уэст, и он рассказал о том, что он даже OnlyFans смотрит на Reddit. Димон Зоуни Фанс не платит. А тут еще платить за порно. Да, в этом же интервью он сказал, что он Владимир Путин. Да. Канни Уэст сказал... I'm the young Владимир Путин. И культура это нефть. Да, и культура это типа энергия, это нефть. И я торгую типа энергии нефтью, как Владимир Путин. Ну то есть... Смотришь ли ты порно с разными типами? Или всегда только с одним? Ну, сто процентов я никогда практически не смотрю порно с черными девочками. Почему? Ну, просто как какой-то, я не знаю, блог. Потому что я родился в России, и единственные черные девочки, которые были со мной рядом, это моя мама и моя сестра. И какой-то мост. Типа, чувак, подожди. И ладно, если мне было еще несколько черных девушек, было бы, типа, в отношениях. Может быть, это бы упало. А у тебя не было? Не, не было ни разу. И поэтому, наверное, когда ты смотришь порно с черными девушками, какой-то блог встает, типа, стоп, подожди, не сейчас. Мы не готовы к этому. А тебя пытались познакомить? С темнокожими девушками. А, в семье, в семье. Ну, или просто друзья. Потому что я сразу подумала, надо свои на тебя познакомить. Была такая тема в детстве, когда отец возил нас на посольские вечеринки. Ну, мы были совсем маленькими тогда, и особо не обращали на это внимания. Но так как родители все-таки, они из христианской семьи, они не верят в такие штуки, что, типа, святовство и прочее. Должна быть больше по... Ну, а есть какое-то родительское давление, что, ну, типа, не белую девушку, а можно как-нибудь или нет такого? Маме все равно абсолютно. Типа, она все это открытая. Отец, он намекал, типа, чувак. Ну, типа, она же не умеет готовить будет, она же не сможет это. Ну, ты подумай. То есть он намекал, никогда этого жесткого не было, типа, нет, нельзя. Но в шутках он намекал, типа, бра, лучше найди себе, там, африканку, нигерийку и прочее. А чем он это мотивировал? Да. То нифига себе глубокие темы. Большинство межрасовых семей, которые так случилось в России, это семьи с большими проблемами. То есть это семьи, которые, скорее, случились не по желанию, а по обстоятельствам. И так как у него перед жизнью это было очень много, перед глазами, у него, скорее всего, сложился негативный стереотип, то, что соединить эти две вещи, русскую женщину и африканскую мужчину, нельзя правильно. Но я думаю, что это скорее из-за того, что он много видел таких негативных примеров, а не из-за того, что у него какие-то предубеждения, типа, он не любит белых или еще что-то. А ты имеешь в виду по... Ну, то есть сходились не по любви, а из-за чего, чтобы просто удобнее выжить? Просто ребенок. Ребенок появился, отец пару месяцев пожил и уехал. Классическая история у малатов, то, что они не знают своих отцов и так далее, и тому подобное, и поэтому, наверное, на этой почве он сказал, типа, бра. А вообще, тобой отец или мама разговаривала о сексе в детстве? Отец нет практически никогда. У меня мама такой человек, она старается играть в прогрессивного христианина. То есть она абсолютная консервативная христианин, когда баллотировался Трамп, он для нее был богом просто. Наконец-то пришел консервативный христианский мужчина, который поставит этот мир на христианские рельсы. Но периодически у нее бывают такие штуки, когда она говорит, ребята, предохраняйтесь. Такие, стоп, мама, а как же, секс за свадьбу нельзя. Просто предохраняйтесь. То есть она была таким человеком всю жизнь, который иногда периодически что-нибудь услышит и закинет. И потом, предохраняйтесь, будьте осторожны, и все так далее, и тому подобное. А так родители нет, они не вели разговор про секс с нами. А она тебе говорила, предохраняйся... Ну, то есть ты когда рассказал, когда ты первый раз занялся сексом, ты думаешь, что я рассматриваю? Не знаю. Может, ты сам пришел вот такой, типа, да? Бра, я просто представил, что я говорю с мамой про секс. Нет, ты чего? Ты с другой стороны такого никогда не будет, типа? Вряд ли. Потому что ты знаешь, что не пойдет разговор? Не, разговор, скорее всего, пойдет. С матерью точно. С отцом бы не пошел никогда. С матерью, скорее всего, пойдет. Но все равно я понимаю, что она очень консервативная, и она очень такой религиозный человек. И для нее... То есть она может поддержать эти разговоры, но для нее это будет скорее некомфортно, неудобно. Вот когда будет семья, там, дети, там, можно... Она, наверное, спросит, там, про ночь, когда родился ребенок, или еще что-то такое. Просто говорить с ней про секс, я понимаю, что это не та история. А откуда ты в детстве узнавал про секс? Про секс? Я помню, как ты с сестрой у нас год разница. Я и на год старше ее. Что-то после церкви тусим с ребятами, и что-то пошел разговор про секс, и мы сестры такие, стоп, это же орудие дьявола. И над нами как начнут, типа, угорать просто в голос. А сколько вам лет было? Нам было лет, наверное, это еще был первый-второй класс, восемь-девять, что-то такое. То есть мы выросли в той атмосфере, в которой... Мне кажется, у всех это было, да, в детстве, когда идет секс, быстрое переключение, типа, отвернуться и прочее. И плюс еще, так как это религиозная семья, то всегда... Не то чтобы говорилось, но если подходим к разговору, к сексу, всегда была стигма про то, что это плохо. Потому что это нельзя, это плохо, это не для вас. И поэтому узнавали, наверное, через друзей, так, то есть, кто ничего-нибудь обсудит, расскажет, какой-нибудь фильм или еще что-то такое. Но ты во сколько в первый раз увидел порно, ну, типа, как люди сексом занимаются, другие? Я помню то, что мы с сестрой, она дома отрыли кассету. Там была сына в бассейне. Наверное, поэтому я ненавижу секс в воде. Там была сына в бассейне, две женщины, парень, и мы смотрели эту кассету. Я не помню, чем все закончилось, но я помню то, что у них были какие-то смешанные эмоции. То есть, скорее всего, я не понял, что это. Просто я подумал, что-то странная тема, и все. Это родительская была или это съемная квартира? Это был... Тут, кстати, спорно. Это был съемный дом, и, ну, классические, я не знаю, если они сейчас есть, русские избы, где полдона в одной семье, полдона в второй. И это было найдено в сарае, то есть идет дом, и к нему пристроена еще такая площадь, типа, как огромный амбар для сарая, и там была куча всякого дерьма, и мы там нашли кассету. Там типа припрятаны был? Я не помню, как мы на шее, просто помню, что мы наткнулись на кассету и врубили ее. А вы не обсуждали с сестрой, ну, типа, увиденное? Там было восемь, не, ну, типа, вас испугало обоих там? Я не помню, что... Я просто помню, что мы врубили, я помню, что была сцена из бассейна, а потом память-то заканчивается. То, что было после этого, но я думаю, что мы вряд ли обсуждали, типа, секс за восемь лет. Мне кажется, вряд ли. Мы даже не знали, что происходит. Трое белых людей в бассейне, какие-то звуки. Вообще сексом заниматься, это плохо. А вот нет. Ты прощались сатаны, мы помним. Да, серьезно, вы зря смеетесь. Дьявол заходит вот через такое дерьмо. И возвращает людей, и возвращаетесь там заклеена, вот оттуда делал. Он отсюда выходит или заходит, заходит. Нет, 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 он не окажется, он отсюда выходит. Он заходит, когда мы все дьяволы пошмутят туда. Нет, непорочное зачатие тебя знакомы. Да откуда ты, ты же видишь, какой я человек, откуда мне познакомы? Непорочное зачатие. Мы все христианские дети через непорочное зачатие. Секса даже не было. Вообще никогда. Никогда. Ты ходил в церковный хор? Да, был. А там тоже вам рассказывали про блуд, или где-то не упоминалось вообще никак. Ну, типа, когда вы становитесь подростками, вы взрослели, там не было разговоров о сексе. Не, зависит от церкви. Типа, есть очень консеративной церкви, которые эту тему практически избегают даже с подростками. А есть много, условно говоря, прогрессивных протестантских церквей, где этот разговор начинается, ну, ближе к 13-14. То есть, есть несколько детских групп. Есть детская группа, средняя группа, есть взрослая детская группа. Когда ты доходишь до взрослой детской группы, аккуратно эти разговоры преподносятся. Я вспомнил то, что пастор нам сказал однажды. Там была фраза про то, что бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, секс до свадьбы, это плохо, а еще большинство девушек после первого секса не получает оргазм. Я тогда думал, типа, бра, зачем ты это вкинул? Типа, вот эта мысль, которую тебя подсадили, да? Типа, зачем ты это вкинул? Секс, это плохо до свадьбы, я понял. И потом такой, ну, а еще девушки после первого секса не получают оргазм. Я такой, бра, как это связано? Блин, если бы только после первого, да, вообще было бы супер. Ну, это вообще один разговор, на самом деле. Женщине не нужно оргазм. Не нужен, да? Женщина нужна для того, чтобы делать мужчине приятно. Поэтому ты смотришь портно, ты смотришь все эти ролики, ты смотришь эти журналы. А девушки порно не смотрят? Журнал не читают? Нет, девушки порно смотрят, но они смотрят, потому что они представляют, что они с парнем, которым они делают приятно. Большинство девушек, которым я говорил о порно, смотрят на девушек. Ты шутишь? Смотрят на девушек. Ну, признай, что ты шутишь. Нет, не шутишь. Большинство девушек, которыми я обсуждал порно, смотрят на девушек. Они не замечают парней, не запоминают. Недавно только, вот мы обсуждали, что появился, ну, вот два было порно-актера, которых хотя бы девушки называют не лысый, из Браза, с которого шутят, а настоящие. Типа там Джеймс Дин был такой популярный. И сейчас Оуэн Грей. И это только-только появляется у девушек какие-то любимые порно-актеры и так далее. Вообще, в целом, сколько я вот говорю, вот так открыто, обычно девушки говорят, да пофиг, я обычно смотрю, девушка красивая, как девушка выглядит и так далее. Так это, типа, ты когда смотришь на огонь и получаешь тепло от огня, даже не видишь химическую реакцию. Так же, женщина. Сравнение, это классно, я понимаю, но и дело просто в том, что мне кажется... Типа у нее это подспудно, она не понимает, почему она наслаждается. Она думает, что она смотрит на девушек, но на самом деле она смотрит, как одна девушка будет приятно другому мужчине. Тут вот и разная алисбийская порно. Ты же троллишься. Я не троллю, троллишься-то как? Вот то, что ты сейчас делаешь. О, дожди, подожди, подожди, алисбийская порно. Лесбийская порно — это грех. Там чё там? Ты смотрят лесбийская порно? Все мужчины, наверное, я не понимаю, люди, которые смотрят лесбийская порно, это пытка, бра. Ты смотрел корно в итоге? после бассейна сразу конечно типа почему действие это типа как-то я не знаю ты смотри идешь кино нет звука типа я не знаю ты покупаешь машину она не имеет ездить ты смотришь лесбийское порно ты ждешь типа ok тизер есть триллер есть а где действие типа так нет это другое действие это как не я правда тоже не понимаю в чем прикол дичьям упорно давай нет я вообще я смотрю любой порно где люди получают удовольствие взаимно да и что они типа оба вовлечены в процесс или обе блин так чисто представим что как-то типа случайно наткнулся на той же кассете на той же гей-порно после семейного праздника какого-то было еще в самом конце 15 секунд до последние 15 секунд или ты можешь рассказать не про себя а про своего друга семена не рассказывал то что как-то случайно начал смотреть гей-порно и он перестал смотреть после 30 секунд а как можно случайно начать смотреть гей-порно легко ты же листаешь типа и очень часто бывает обманки на обложке на резервной женщины нажимаешь бац и там уже самое худшее это когда девушка делает меня чуваку чувак поднимается что едет меня ты такой стоп я это не хочу видеть член она мужик просто на выглядит как девушка я в этот момент выключил видео и все правдивый честный подкаст выливаешь кстати сейчас если прям вспомнить мне кажется что я из тех людей которые никогда не был увлечен порно именно просматриванием порно в подростковом возрасте типа когда я была как называется полосозревание ну да когда был полосозревание то есть я не я практически не помню моментов когда чтобы я шел и искал смотреть порно то есть такого почему-то не было ты был ран тиви были тебе ты имеешь ввиду после 12 на были ран тиви еще что-то то есть я конечно смотрел но не было такого типа я сейчас смотрю big mouth на netflix этот мультик большой рот когда где чуваки они постоянно там говорят про дручку это как это вообще работает как можно как можно больше двух раз в день мастурбировать его порно которые тебе нравится хотя бы одно можешь ну не взять актрису или актер может быть теперь жанр ну ли жанр да когда ты не выключаешь после 30 секунд но я скажу то что сто процентов в последнее время стало нравится и мочу типа любительская вообще на самом деле думаешь как 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 можно смотреть не любительская порно вот я я не смотрю любительская вообще вообще я не могу я использую порно как эскапизм как книжки почитать так порно посмотреть и я но скопил ну да это что эскапизм откат уходишь от реальности в мир своих фантазий в мире моих фантазий не может человек лежать на софе и вот так вот снято все с одного ракурса и парень с девушкой там что-то или снято вот так я понимаю что она мне угождает что она говорит на этом видео то что она тебе угождает не наоборот такое-то ну я могу найти такое видео где парень смотрит любом случае же я смотрю с восьмичасовым кунилингусом это 8 утра у нас восьмичасовый кунилингус 8 часов идет только продержаться это феминистическое порно где парень делал кунилингус 8 часов правда много и смотрю порно где типа делают куни это прикольно и когда девушки делают приятно мне это важно правда ну то есть я тоже люблю когда девушки приятно в видео в любом случае это взаимодействие полов и внутри женщины заложен инстинкт делать приятно скажу честно я смотрела даже видео где девушка просто дрочит себе соло лесбийская порно там должен быть член давай если не член это не порно и в вебками они делают все чтоб ты им заплатила не ведутся он тоже это извращение какой-то ты же когда смотришь я не знаю должен быть момент притворство точнее должен быть момент правды то что ты смотришь будто бы за тем что происходит вне тебя отделенная тебя подсматриваешь а когда девочки сидят на камеру и дело то что ну ты что же подсматриваешь ты же не у нее в комнате сидишь даже делаю то что я говорю делать но может нет ты можешь и заплатить делать хочешь не на прежде есть что стриптиз например людей возрождает а не же стриптизе новый просто в онлайне стриптизе нет нет ага девочки не раздеваются стриптизе что когда происходит самatha тист и там нет момента там нет момента секса там не происходит окс ты между что нет ничего не делают собой скорее там есть за они раздеваются какая то есть там есть грани и то есть если ты не идёшь приватной комнату само искусство стриптиз это на столько тебя разогнать но сама тебе ничего не дать в итоге а тут и смотришьCo ты же ничего не получаешь в итоге ноч »не «Н ответили на лицо нет члена нет вот этого вот понял она есть не происходит того ради чего большинство мужчин смотрят порно и оргазма мужчины но удовольствие мужчине никто не доставляет вот то есть но это правда мы как и название с женщиной смотрят женщины смотрят чтобы женские такие вот мы эгоисты какой ужас вообще женщина смотрит чтобы увидеть чтобы научиться когда-нибудь живу еще нет я помню приезжал приезжал сын джон и он рассказывал как он с мироном ходил вымированный мустро тур по стрипу хами сказали то что типа его удивило то что здесь будто бы нет культура восхваления стриптиза он сказал то что его удивило то что в стрип клубах будто бы все довольно стерильно то есть там нет задницы в лицо или еще чего то то есть он как это так выразила то что типа снова ли в атланте ты идешь на стрип device чтобы словно говоря поклоняться этой женщине, поклоняться ее телу. А тут это будто бы все аккуратно, она потанцевала бы и ушла. Ты интересовался, почему они восхваляют, почему эта разница есть, что у нас относится как сделай то, что мне нужно, а у них как богиням, которым они подносят деньги? Мне кажется, что это в целом такая типа условно говоря разница отношения к сексу черного человека и белого человека. То есть мне почему-то кажется, что для черного человека секс это грязь, это что-то максимально такое, знаешь, про глину, про вот прям взятие и... Про телесность, между прочим? Про... Когда ты берешь и прям... Да, жесткость какая-то. Нет. Ну именно когда про грязь. Ну я понял, понял. Типа когда смотришь там всякие видосы там чуваков обычных типов из Атланта там или еще откуда-то, они все спрашивают. Самый главный вопрос how freaky are you? Типа насколько ты грязный? И если кто-то так говорит, что ты типа я не фрики, все такие фу, все, иди отсюда. То есть есть у черного человека есть вот эта штука, которая прям... Должна быть эта грязь, должна быть вот эта глина и прочее. И мне кажется, что этим, например, объясняется то, что если ты видишь клип какой-нибудь с Меган Десталлен в России, в паблике фу, жирная баба, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я думаю, бра, какая она жирная баба? Она не жирная баба, у нее нормальная, огромная задница, то есть белый человек... Нормальная, огромная. Нормальная, огромная, да. то есть есть разные величины огромные с нормально огромное слишком огромное там нормально огромное то есть будто бы как мне кажется белочек немного другое отношение к сексу на воле такое воздушно утонченное что а были девчонки которые к тебе подкатывали как раз из-за того что ты вот другого вот именно из-за этого нет программе еще где я шучу каждый черный чувак который живет особенно в москве он сталкивается так или иначе с этим условно говоря позитивным я не буду называть расизм это не то слово позитивной объективизации и помню что вот недавно с девочкой общался то что пару лет назад когда еще сидел вконтакте каким-то образом я попал в группу свингеров каким-то образом не кила григорина злорная гей-порно смысле моей фото 5 разных пар спор привет да 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 мы хотим да 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 то есть когда ты живешь москве и ты афро если ты живешь определенное время то ты так или иначе сталкиваешься с девушками которые знакомятся потому что нравится афро и с парами которые хотят попробовать с афро и с типами которые хотят московские геи это не жалко не жалко почему жалко ну потому что у них на лице написано то что я хочу попробовать черного парня и и видно что у них никогда в жизни прямо там горит и по ней могут уехать мало в москве в россии а те кто не многие могут уехать на лице написать его всем пожалуйста может быть а были прям агрессивные домогательства гейб был отчет студии когда мы снимали в метро я подхожу к типу я вижу что он пьяный все пьяные он договорится говорит потом и такой отворачиваюсь поворачиваюсь и летит его губа не в щеку вот так что было дальше ничего не помочь и не самое страшное его губа смысле ты идешь просто по метро и вдруг тебе парень подходит слухи в щеку твоя реакция вы болтали с ним блин это жизнь да это каждый день девчонок в россии целую щеку типы да блин мне 1 5 отцеловали руки лапы за жопу за жопу руки поцеловать тебе просто рандомный бац ты ему сказал что-то в ответ не но он был пьяный ну и плюс я понимаю что но это мог еще быть братские поцелуи значит это русский мужской поцелуй который был а когда ты вот только столкнулся с повышенным к себе вниманием со стороны девушек как раз из-за внешности тебя это отталкивало в русский ну типа не в ваку в девушках окружающих когда ты жил в подмосковье и так далее или наоборот тебе нравилось что ты привлекаешь больше внимания я никогда не относился к этому серьезно то есть я всегда знал из-за чего это и когда ты знаешь из-за чего это теряется тип были конечно девушки из которым не был секс просто потому что не малились черные парни но в основном такие вещи если я их вижу а я в основном вижу тут такой типа хотя я знаю типов которые просто заходят в паблике они прямо ждут когда клюнет и у меня почему-то на это что я вырос в россии то есть я знаю этих девочек и уже нет типа прикола тюбра но все равно говорит что был у тебя из-за этого я потом чувствовал себя использованным за юно ничего говорили тебе неприятно нет они говорили ну и где же ты давай доставай покажи я ради чего сюда пришла а то о том она говорила фу или ты за этого я сюда то что то есть вам надо весело из размеров именно и вот этот вот не насчет я думал что тут 50 на 50 типа кто-то на счет размеров а кто-то из девочек из энергетики типа то что ноги девочки не многие 55 условно говоря тьмы попробовать это другую энергиевича束 условно говоря то что во браков technically который не скован никто не сжат в постели то чем я говорил тебе про грязь это часто говорят и про танцы и пробили экспрессия 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 ты учился в мать ищих а в школе с вами вообще никто не искали школьные психологи никто не поднимал тему сексуального образования там контрацепции предохранение всего у нас были вот эти уроки у боже типа уже вот в 10 9 11 классе и там были вот эти вот уроки когда весь класс сидит вот так вот потому что учительница рассказывает как надевать презерватив и где его купить можете по в аптеках и так далее вот это был минимум который нам дали тот момент сидели уже 15 16 лет беременные женщины но не беременны но мы все сидели и тип такие но мы уже давно все в курсе и часть из нас уже и практикует поэтому это было странно да вот не но слушай очень много не знаю в особенно в российских регионах очень много чуваков и девчонок которые рано решаются потому что ничь как раз таки больше ничего не знают а тема интересна и от скуки часто телек надоел к наилл пошли потрах месяц чего еще делать только это правда часто бывают отношения заводят люди у которых нет хобби типа ради отношений ну да потому что это такой тайм киллер невероятный когда ты не знаешь чем заняться после работы то ну мы пойдем будем идти по парку обсуждать не очень интересные вещи но хотя бы не один я или не одна займемся сексом чтобы убить время потому что до сна еще три часа потом посмотрим сериал и ляжем спать но это семейная жизнь вы так называется я и страшно и даже страшно я еще хотел у тебя спросить ты сам планируешь типа семью с это то есть более таких консервативных готовить они интересные какие-то легкие отношения не думаю это я даже не уверен будет у меня семья то есть это не то о чем я думаю после никогда одна из целей завести семью ребенка это необязательная вещь ты имеешь ввиду что мне будет не думать что тебя будет не думать что хватит времени типа то что и задел и заработал из каких-то увлечений не просто я пока что не нашел оправдание зачем это делать нет цели зачем это делать типа просто продолжит рот есть брат и сестра не поможет там любовь тебя не что верю любой любовь тоже же до придумано чтобы как что чтобы но дать нет это поблажка для женщин чтобы она совсем не расстраивалась ну хоть что-то и надо ждать хоть немного ты признавался я и признавался видимо да но мне кажется что у большинство девушек во первых если пацана это смотрит если девушка нею что если девушка порно тебе говорит что ничего серьезного мы просто ну типа время проводим вместе я не отношусь к этому серьезно мы просто наслаждаемся б-б-б-таймер год-полтора то есть мне кажется у большинства девушек наступает тот период это чисто женская тема когда женщина прилипается к мужчине когда у нее есть связь мужчина она уже относится к этому то есть для него это становится чем-то частью ее то есть мужчина ставится частью и начинать спрашивать вопросы типа а что мы такое что мы делаем мы имеем сюда что у нас будет в будущем а куда мы идем куда мы идем мы из дома магазина делать его о чем и дело мне кажется где этот тебе такое не нравится отталкивает такое но я считаю то что сейчас я не готов к этому неважно какой человек просто сейчас я думаю что есть знакомые парни которые вот такие вот которые от одной девушки другой потом другой потом то есть постоянно очень мало остаются одни и постоянно с какой-то девушкой тусуются постоянно мы придем а я хором брат хором мужчина должен сначала стать на ноги при тем как он начнет это делать серьезно парни которые перебегают девушки девушки они потом в конце ты находишь что ты сам из тебя ничего не представляешь потом ты в конце находишься что ты тебе даже нечего дать девушки то что ты постоянно сначала нужно как в нормальных традиционных обществах очень классно я недавно смотрел улва луку комьюнити в юар есть церемонии обрезание парней типа как это происходит во многих африканских традиционных комьюнити рождается мальчик до 4 до 5 лет у него фактически нет пола он просто ребенок к нему не относятся серьезно потом условно говорят 5 до 13 лет ему дают науку его учит как там принеси падаясь бегай догони потом от 16 м условно говоря до 18 его учит возделывать землю его учит возделывать почву животные скот дом и потом во многих традиционных комьюнити этот процесс перехода от парня к мужчине обрезание или еще что-то мне кажется типы которые бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом они сами не смогли они сами забирают у себя время чтобы стать мужчиной чтобы развиться до чего-то стоящего и в итоге они просто портят эту суку использовал эту суку использовал эту суку использовал почему есть куча парней которые хотят семью эта идея про хотеть семью она не возникает вот так ты не можешь просто какой-то момент так я хочу семью это мыслительный процесс это становленческий процесс ты должен прийти к тому моменту когда ты хочешь семью и готов или близость с человеком близость человеком любовь это все туда это все неважно почему нужно быть готовым чтобы сделать себе нужно быть готовым чтобы взять на себя ответственность почему у нас большое количество разводов то что типы и это ставлю в основном мужчина три на мужчин что типы не готовы они не готовы к тому чтобы взять ответственность и сделать свой клан свою семью ты считаешь что в семье ответственность в первую очередь всегда следит на 95 процентов лежит на пополам нельзя поделить 95 процентов именно создание семьи и удержание семьи вместе возделывание 7 тыл 7 это женщина 100 процентов но вот эта история про 50 на 50 такая романтика европейского и телевудский кино почему-то докажет ну потому что все она есть мы как люди мы наша генетическая память типа человек как особи он существует несколько тысяч лет и пока что мы люди значит что за это за это время было накоплено знание и мудрость которая помогала человечество продолжать дальше и как правило в большинстве традиционных обществ мужчины это тот кто строит семью это его момент перехода от мальчика ты готов сделать семью ты перешел от мальчика к мужчине и многие типы сейчас просто не понимает поэтому я влюбился я пойду взял семью смотри я просто у меня есть точка зрения надо не сходится но я просто озвучу почему мне я себе я вот не могу так я не как это правильно сказать у меня я из семьи в которой отец типа рано уши ну как это он умер но типа и я рано остался с мамой и я часто думал про отца чувак ты взял ответственность но типа там такая ситуация что он мог предотвратить это то что случилось я часто думал типа блин я вот типа я не буду таким я если у меня будет семья это будет решение для семьи не для что я люблю кого-то или что-то потому что я хочу стать семью я там закладываю на этот проект как на работу или на что-то там 10 18 или в зависимости того сколько я сам считаю нужно лет но я вижу что у нас так много мужских самоубийств раз типа мужчин которые не ходят всех терапевта мужчин у которых большие проблемы с тем чтобы справиться с этим давлением справиться с тем что нам с детства ну по крайней мере мне тоже говорили что 95 процентов на тебе это мужчины в семье особенно когда отец ушел все на тебя мама на тебе сестра на тебе 10 ну типа вы чё сумасшедшие что ну вот и я с той точки зрения что мне кажется что до человечества безусловно уже несколько тысяч лет существует и так далее но мы для того и люди для того чтобы учиться договариваться и учиться делегировать учиться разделять и мне кажется что ничего плохого не будет если мы научимся но как-то вот реально поверим в эту европейскую подсказку мечту хотя по моему но не только в европе такие это врачи вы про мне кажется что мы не мужчинам стоит немножко иногда расслабиться и чуть-чуть и они я не спорю не сойти с ума я не спорю с тем что делегировать или прочее но я говорю про то что семья создание семьи создание кланы это ответственность мужчины да нет а разве это не история про то что два человека готовы стать семьи хорошо окей ты говоришь мужчина мужчина а гей-пары которые создают семьи если смотреть на то что происходит в европейских обществах на то что происходит во многих куда европейских условно говоря прогрессивных обществах очень часто не стал youtube приходить ролики про то что европе идет убыль населения то что во-первых подростки многие не хотят заниматься сексом не хотят заводить семью а если мы смотрим условно говоря на африканский комьюнити на латиноамериканские там где существуют эти традиционные понятия максимальный а то что при этом уровень жизни в разы там ниже как это связано с тем что они рождают детей потом смотри чем больше народу тем больше людей нужно кормить давать одежду и землю место где они будут жизни количество детей семьях очень сильно зависит конечно решается ли человек завести семью в немецкий в германии особенно решаются только на одного ребенка или вообще не заводит семью не только не потому что они боятся быть семью или что-то потому что у тебя удовлетворены твои потребности есть возможность для реализации так далее люди выбирают какой-то другой путь потому что людей так много с планеты так перенаселена это в этом необходимость я буду могу заниматься своими там личными проектами с этим связано это подход от обратного когда ты стараешься тем что есть объяснить то что то что у тебя на руках если мы посмотрим условно говоря на европейские общества большая проблема с институтом семьи большая проблема с институтом продолжение жизни еще чего-то вещи они подмывают ну потому что вот тут тебя понять о традиционном браке который ты говоришь они больше не работают нужно ну то есть очень мало людей верят в это брать что им не подходит когда мы дойдем до 5 до 5 тысяч того двухсотого года и когда мы будем больше не людьми тогда можно сказать что не работает а когда мы смотрим на жизнь европе за последние 40 лет и видим там то что люди стали богатеньки ну да эти 40 лет отменяет 5000 лет которые были до этого вот это работает а вот давайте спросим если бы тебя прям спросили куда ты хочешь приехать жизнь жить в германию или в провинцию китая ну куда где ты сам хочешь больше оказаться я бы скорее всего сказал что-то по типу юар почему нет ну из двух вот эти китай или германия это просто с юар это немножко нечестно потому что у тебя то при мексика ну не давай вот вот китай где очень много людей где очень мало места то есть там высокий уровень жизни тут и про то что много людей там не бог не много богатых людей но там бы хорошие очень развитая экономика китай за последние годы тут не про то что много людей или уровень жизни я говорю про то что традиционные ценности относительно семьи и ответственности мужчины вот что я говорю что вот мне кажется что мы конечно люди именно потому что у нас есть разум и этот разум позволяет нам те инстинкты те вещи которые ты объясняешь инстинктами которые чаще всего не это не инстинкт это работающий схема дрей материнский инстинкт например не существует нет такой штуки материнский инстинкт нет никакой предоположенностью женщина чтобы заводить детей такие проблемы с проблемы которые возникли материнского инстинкта да нет силы киски бра-бра-бра короче я тебе про то что традиционной семьи не в том что вы не слушайте я просто про то что кризис традиционного брака возник как раз таки из-за неравенства из-за того что не может человек который отличается от другого только то тем что у него другие половые органы точно возник только в одной части мира только в одной части мира там где преобладают западные идеи кризисы семьи нету в африке потому что западные идеи ставят разум превыше инстинктов и разумные и поэтому они пытаются объяснить почему нам тяжело ввозить уже инстинктивно пошла съесть работы о том что если у кого-то это не получается это не знаете что это правило для всех нет нет я тебя пытаюсь объяснить почему возник в европейский кризис именно то есть я не говорю ни в коем случае никакого кризиса семьи я думаю в африке или китай нет там есть проблемы другие даже не знаю вот нету там к одно время например был закон запрещающий иметь больше одного ребенка женское обрезание происходит африканских странах но и во многих нет это же типа ебаный пиздец ну такие обрезали мужчины чтобы а мужчине на мужское обрезание не травмирует половые органы так как травмирует женское признаю что есть мужчины которые в том же вот это улова лакова который я смотрел есть парни которые умирали но они умирали не от того что им отрезали важную часть тела от потери крови то что мы дизентерии то что это сделано не в больнице но у нас отказывает крайнюю плоть обрезание поэтому я тоже вот нам он открою не уплоть и это никаким образом функционально функциональности нашего полового органа не мешает а в женщин насколько я знаю есть три вида обрезание когда обрезает либо половые губы либо половые губы и клитор чтобы она не терлась и не испытывала блуд для врачи с этого влечения не хотела бы туда до иногда доходят и до полного обрезание когда это наказание когда это наказание для девушки. Любое обрезание, которое не сопровождается желанием человека, это дичь. Любое. Мужское, женское, где угодно. Так я говорю про то, что ты говоришь про мужчин, а куча женщин там несчастливы и по факту находятся в рабстве. Где? В странах, где, например, делают принудительное обрезание. Ну так стоп, принудительное обрезание я осуждаю, это харам. Мы сейчас говорим про традиционное отношение к семье. Но принудительное обрезание возникло из-за того, что мужчина берет на себя 95 ответственность. Нет, нет. Куда попадает, в том числе тело его деятельности. Мы не знаем. В зависимости от какого комьюнити, где происходит традиция обрезания. Так нет, в этом комьюнити это мужчина решил, что женщина это его рабыня, и он может решать, хочет она обрезание. Так смотрите, я не говорю вам про то, что типа традиционная семья или работающая семья, это семья, в которой стоит огромный узурпатор и говорит так, да, да. Так у него 90% власти. Ты же знаешь, к чему приводит бесконечная власть. Я говорю, я говорю, во-первых, не про власть, а про ответственность. Когда создается семья, это ответственность мужчины. Так ответственность-то и есть власть. Да, но не обязательно, когда ты принимаешь на тебя от ответственности гробанного зубатора. А мне, в чем разница между обрезанием женским и мужским, которым, мне кажется, пытается вера сказать, в том, что мужчины решили, что мы с тобой получаем обрезание. И мужчины решили, что женщины получают обрезание. Понял? Женщины тут так, типа, ну, их просто им сказали и сделали, и все. Эти две вещи могут существовать отдельно. Может быть, есть общество, в которых мужчина берет ответственность и создает семью и не становится узурпатором, а есть... Можно, например, общество. Конечно же, есть куча таких семей, в которых мужчина берет на себя ответственность и становится логичным, адекватным лидером своей ячейки, своей семьи. Почему в консервативных семьях уровень домашнего насилия выше, чем в тех семьях, в которых по-равному? Почему мужчины начинают бить, же он сходит с ума, злится и так далее, когда берут всю ответственность на себя? Смотрите. Не от того, что им тяжело. 100%. Я сейчас говорю про то, что мужчина, условно говоря, я, если мужчина хочет создать семью, он берет на себя эту ответственность. Он берет ответственность, что я готов сделать семью. Какая-то будет семья, какие там будут управления разные. Я не поддерживаю чуваков, которые, типа, мое слово последнее, там, иди вставай на горох или еще что-то. Так и женщина берет такую же ответственность на себя. То есть это два человека, которые равно хотят брать на себя ответственность. 100%, но начинается с ответственность мужчина. Так почему? Я не говорю вам про то, что нужно стучать по столу, кричать. Нет. Я говорю, что лично парень, который внутри меня или любого парня, который это смотрит, он берет на себя ответственность. И он говорит о том, что если создается семья, значит, я готов сделать это. Так почему парни? Почему не вообще человек? Потому что мужчина глава семьи. Что глава, глава, грубо говоря. Так Каня взял на себя ответственность. Да. Каня как раз таки вот чем мне сейчас нравится Каня, что он проповедует эту историю про то, что условно говоря, вот эта прогрессивная, утонченная западноевропейская форма ведение городов и обществ, она подрывает эмоциональное здоровье человека. А что именно ты подозреваешь? Он говорит про то, что сейчас нужно создавать комьюнити. То, что условно говоря, в древность или консервативное общество, деревня это несколько семей, которые функционируют друг с другом, которые распределяют ответственности, обязанности, то есть они друг к другу, каждый сторож. Сейчас, когда мы видим, условно говоря, любую многоэтажку, вы эту другу не знаете. Вы просто живете в этой коробке, потому что, опять-таки, вы не деревня, вы прогрессивный город, там у каждого 50 на 50. Он говорит про то, что классно было бы использовать те идеи, которые работали. Идеи сообщества и комьюнити, она работает. Они работают, просто они перешли с физического уровня на метафизический уровень. То есть твои комьюнити, это твои коллеги, это люди, с которыми ты любишь общаться, с которыми ты встречаешься. Это твои друзья. Но это не твоя семья. Почему? Они становятся твоей семьей. С тем, как вы узнаете лучше друга и так далее. Нет, ничего сильнее крови. Люди, которые живут в этом доме, они друга знают. Нет, но зато ты можешь позвонить своему другу, он через 15 минут, если сейчас скажет, что тебе плохо, ты позвонишь, и через 15 минут твой друг сюда приедет. Даже не из-за этого дома. Но люди в этом доме, они друг друга знают. А зачем тебе именно этот дом? Так потому что... Ну, ближайший дом. Это же... Это кубики. Ты строишь кубики из одного кубика, из одного кубика. Нет, кубики. Космополитизм, это у тебя есть город Москва, в нем кубики. Есть другой город, в нем кубики, там кубики. Нас, если вот эта связь, которая вот здесь рядом живет, не работает, то почему вот эта связь должна работать? И мы это видим, что она не работает. Но я говорю именно про связи человеческие, эмоциональное здоровье, дружбу, семья, суициды. И прочее, прочее. Людей подрывает одиночество и отсутствие поддержки близких людей вокруг них. Из-за того, что... Большой город и размывают связи со своим ближайшим... Да, но... Ну, наверное, тебе просто еще повезло. У тебя теплые отношения с семьей. Да, возможно, в этом дело. И... Ну, многие русские люди из регионов... Я близок только со своей матерью. Я не был близок с отцом. С сестрой. С сестрой близок, да. С братом относительно. Ну, и поэтому... Э, отец для тебя все равно авторитет. Безусловно. Он не совершал, скорее всего, действий, которые... Хуча дерьма. Хуча. Ну, типа, не бил твоя мама. Уф! Не будем об этом говорить, но куча дерьма. Куча дерьма. То, что я видел, условно говоря, мой отец, это человек, который держал ответственность на себе. Никогда ни при какой ситуации. Ну, условно говоря, он держал ответственность на себя, и если что-то он делал, он делал, потому что он это готов сделать. И если он, используя эту идеологию, делал кучу дерьма, и у него там были ошибки, я не могу сказать, что это дело, но не работает. Просто потому, что он там, не знаю, бил маму, крал, воровал, убивал. Нет. Идеология-то, она работает. Она есть. Она была переданная его дедушке, его прадедушке, бла-бла-бла-бла-бла. Не смешивая личные огрехи человека, ситуация могла быть абсолютно другой. Это зависит от человека. И правила, ну, не правила, а принципы, которые работают. Если бы девушки использовали парней, которые рядом с ними для того, чтобы определять типов, которые к ним подходят, был бы в тысячи раз меньше проблем. То есть, она знает, что я парень, и к ней приходит парень, и, конечно же, логично, что... Бра, ну, посмотри. Что ты больше заметишь каких-то... Конечно, посмотри на него. Это же так логично. Ну, это дружеская, это дружеская история. Дружеская, братская, что-то в этом. То есть, конечно, не про то, что, типа, нет, да. И ты считаешь, что роль отца может выполнять только мужчина? Вот именно отца в том, что... А жрата? А жрата? Ну, ты... Безусловно. Безусловно. А что такое, условно, роль отца? Например, защита? То есть, разве мать не может дать защиту? Это финансовая стабильность. Так, там, в лесбийской паре у них может быть отец? Нет. Они две матери. Да. Так... И ребенок, по твоему мнению, недополучит какую-то часть уроков жизненных из-за этого. Это для меня просто жесткий триггер, потому что я знаю много семей, в которых есть отец, и они получили очень много того, чего они вообще бы никогда не хотели иметь в своей жизни. Безусловно. Это очень большое количество травм, и лучше бы у них не было такого отца, чем он был бы в таком виде, в каком он был. И есть семьи, где мама и бабушка делали куда больше, чем семьи, где отец и мама. Это сто процентов есть. Но опять-таки я говорю про то, что если мы видим случаи, в которых это правило не работало, мы не можем сказать, что все, бро, отца нет. Любой может играть в ролица. Так нет, мы так и не говорим. Мы говорим про то, что нельзя наоборот говорить, что есть какой-то универсальный отец, и он должен быть. Мы об этом и говорим. Мы говорим как раз, что нету какого-то универсального образа мужчины. То есть ты просто так, видимо, может быть, ты просто, из-за того, что у тебя такая энергия, ты начинаешь брать, типа, всех мужчин, и говорить, что, типа, вот все должны по такому... Все мужчины, да. Есть, есть идеальный Адам. Я пыталась сделать, где-то не таким радикальным... Есть идеальный Адам, есть идеальный отец, есть идеальный мужчина, который можно клонировать, и мы решим проблему с абортами, решим проблему с суицидами и прочее. Это есть. Так же, как есть идеальная женщина. Это есть. Это такой эфем-вопрос. Смотри, у вас есть несколько подкастов, где вы обсуждаете N-word, и про то, какое он значение имеет. При этом, например, тебя самого не смущает называть женщин суками через слово. И я у меня каждый ёбаный раз просто, блядь, карьерит от этого. Что именно? Ну, ты называешь женщин суками, хотя это точно оскорбительное слово, оно в творчестве используется как оскорбительное, как принижающее, и ты сидишь при мне и говоришь, да суки эти суки, 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 как будто мы не относимся из одного, ну, как будто мы не из одного клана женщины. Не, мы сто процентов все из одного клана, но я говорю это слово, во-первых, не через слово, Нет, ты правда, всех женщин, когда ты отвлечённо называешь, когда они не связаны с твоей семьёй условно, ты называешь их суками. Нет, я... Эти суки, суки, суки. Ну, смотри, ты же, да, я согласен, что не скажешь так про близких тебе людей. Стоп, давайте разберёмся, почему я говорю это слово. Давай. Я это говорю слово не потому, что я хочу кого-то оскорбить или ещё что-то, нет, это слово, которое я часто стал использовать сейчас для того, чтобы, условно говоря, вызвать в себе определённые эмоции. Это слово, которое я вижу, работает у некоторых людей в творчестве, и это слово, которое я хочу использовать для того, чтобы вызвать себе какие-то эмоции. Так это слово используйте для того, чтобы оскорблять женщин. ну, то есть, ну, представь, смотри, я бы начал подкастить. как бы ты не вкладывал, это в речь, это слово... Энвард и не оскорблять людей? Ну, вот смотри, я бы начал, завёл подкаст, и я бы в нём говорил бы, использовал бы Энвард, ты бы был бы первый, кто пришёл бы, искал бы мне, ты чё, ну, типа, охуел, как делать? скорее всего, да. Ну, я бы тебе сказал, что я использую для того, чтобы вызывать эмоции, эмоциональную реакцию, как ты меня ответил. И то, что снова, которая, и какое-то оправдание с Энвард использует постоянно, ну, это привычка. Да, раньше оно значило что-то негативное, ну, сейчас оно просто во что, обеходное, вы просто используете. Он не разрешил, вот этот ещё аргумент офигенный, да. Нет, сто процентов, то, что это слово, скорее всего, лучше его не использовать. Лучше не называть женщин с руками, скорее всего, сто процентов. Но, мы не идеальны. Я даю себе пас. Официальный пас дал себе использовать это слово. Но здесь лучше его, здесь я не буду его использовать. Всё, окей. Ну, тут вернее. Здесь я уже, да. Я тебе могу сказать, что как будто в России куча женщин как раз таки очень часто замалчивают о том, что им неприятно, просто потому что они боятся высказать то, что им больно и неприятно, как раз таки, потому что они сильно задавлены. И ты можешь поговорить при комнате, при подружках, и они тебе, скорее всего, это не скажут, потому что они тебе поставили в блог, типа, я выше этого, я не буду это обсуждать, мне это не касается, ну, это же не про меня. Или они какие-то выводы просто сделают, это будут, да. Ну, то есть, я сомневаюсь, что если бы, да, допустим, ты бы там ехал в метро или где-то, это все, что люди используют in-word, ты бы продошел бы и начал бы объяснять. Скорее всего, подумал, ну, этот человек не понимает, что он говорит. Ну, вот, да, вот такая же реакция у женщин, да. Не, 100% опять-таки, а лучшее. А у нас есть какие-то сленговые слова, ну, как называют женщин, которые не оскорбительные? Самка. Девчонка. Малышка. Самка нормальная. Детка. Малышка и детка оскорбительные. Мне кажется, слишком оно заигрывающее, самка. Ну, вот самка не оскорбительное слово. Барышня, оно тоже какое-то. Мне барышня нравится. Ты можешь сказать слово девка, если даешь, ты хочешь использовать какую-то условно слегка негатив, пренебрежительную куннотацию слова девка, она... Куннотация. А слово куннелингус. Возьми часовой куннелингус. Блин, я хочу так буденек себе назвать. На 21 студию. Нет. Ты тебя не поймут. Да пацанам нравится. Да. Да куча пацанов любит куннелингус. Куннелингус, да или нет? Что? Ты слышал вопрос. Он не про Путина, ничего страшного. У меня стигмы куннелингус абсолютно никакого нет. Стигма куннелингуса нет, это значит, что ты сам других пацанов решил, что они не поймут. Подожди, ну просто я вижу, что в России типа это... Стигма куннелингус нет, то что ты делаешь куннелингус тебе, окей. Я сказал, стигма куннелингуса нет. Брат, что ты делаешь? Общая фраза. Ответил на вопрос. Ответил как? Ты спросил, есть стигма, сказал, стигма нет. Слушай, ну у меня тоже к чему-то многому нет стигмы, это не делал, сарщик. Ты спросил, стигма нет, стигма нет. Не, не, я спросил, да или нет, просто без стигмы. Делаешь или нет? Делали я что? Куннелингус как? Что он делаешь? Давай, давай, я не отстану. Но опять-таки у меня стигмы куннелингуса нет. Все зависит, опять-таки, от самки. Не каждый, то есть, можно сделать куннелингус. Да, это как и любая вещь, секси, оно должно быть. Есть, конечно, естественно. Да, оно должно быть, ты видишь эту суку, и ты хочешь, типа, что? Ты просто не можешь, нет, это так работает. А не потому что, давай сделаем 69. Круто. Крутишь, типа, у тебя попадает, что-то 69. Ну давай, А я думала, женщина крутишь, и типа, если выпало другой стороны, какой-то другой стороны, такой работаем. Ты сам будешь говорить со своими детьми, если возможно, они будут о сексе? Стоим процент. С какого возраста, как тебе кажется, можно лицать? Лет с восьми. С первого класса примерно, с второго. Так, да. А с аккуратно, постепенно. А чего бы ты начал хотя бы эту действие? Ну, во-первых, мне кажется, что у многих типов, не то, что неправильно, а из-за того, что они идут в разговоры, у тебя строится образ женщины из той информации, которую ты получаешь. Типа, если ты видишь, что в твоей семье женщина это всегда человек второго плана или еще что-то, или ты видишь в городе то, что куча проституток. То есть, с ребенком нужно работать для того, чтобы дать ему как можно больше информации, чтобы он сформировал, условно говоря, самый позитивный или самый здоровый образ. Поэтому с раннего возраста, относительно раннего возраста, я буду стараться воспитывать этот здравый образ, если такой вообще есть, здоровый образ. А если так, ну, типа, вот, допустим, у тебя придет либо сын, либо дочь, я думаю, тут неважно, и рано... Какая дочь? Ну, конечно, да. Какая дочь? Рано, и она... Дочь можно усыновить, а сыну надо... Дочь можно удочерить, мне кажется. Удочерить, усыновить. Да, усыновить вряд ли, да. Смотри, у тебя приходит твой ребенок без пола, допустим, ему 15 лет. Он говорит, я лишился девственности. Или ты узнаешь об этом после консультации, консультацию у врача или каким-то образом, ты узнаешь, что твой ребенок рано лишился девственности. Если я узнаю каким-то образом, значит, я что-то сделал неправильно. Если он пришел ко мне сам, это круто. Если он будет сам, сам придет. И то вообще, смотри, если он хочет, то не обязательно то, что если ты воспитываешь своего ребенка секс-позитивным или секс-здоровым, то он обязательно ты должен все рассказывать. Нет? Если он сам захотел, да, но плохо будет, если мне кто-то скажет, а ты знаешь, что твой сын там, бла-бла-бла, вот это не круто. У меня все. У меня все. Спасибо, что пришелся. Спасибо, что пришелся. Спасибо, что пришелся. У тебя не сильно это. Атаковали. Со всех сторон.